здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас в гостях алексей алексеевич симко председатель общественного совета муниципального управления мвд россии люберецкая генерал милиции человек который отдал огромное количество своих сил энергии своей жизни работе в органах правопорядка здравствуйте алексей алексеевич раз у нас сразу же скажу что встреча непростая потому что это пред юбилейная практические встречи вот и вот скажите каждый человек на разных этапах своих жизнь своей жизни он делает какие-то итоги подводит вот вы сегодня подводя итог какой-то очередной потому что естественно в юбилей в любой юбилей мы желаем всем всего самого самого хорошего вот что больше всего как вам кажется вам в жизни помогала вашей работе вашим ваших служебных успехах человеческих успехов ну если говорить в принципе о работе то наверное у каждого человека главное должно быть профессиональное его мастерство то есть то дело за которое он берется он его должен знать и знать хорошо не имея этих знаний наверное жизни так легко будет складываться ну и наверное усердий в труде потому что вот я работаю в органах внутренних дел ну там практически люди не знают что такое выходной день что такое свободное время ты можешь поздно с работы уйти у тебя на полпути к дому развернуть и опять на работу выходные это тоже понятие такое относительное потому что подавляющие части выходные как правило все люди работают поэтому если берешься вот за такое нелегкое дело ты должен себя психологически подготовить не только профессионально еще и психологически потому что не все могут выдерживать понимаете вот я начинал работать должности следователя работа очень и непростая с людьми встречаются с людьми у которых кто-то сумел как-то нарушить его судьбу до вмешаться в его жизнь и ты видишь горе человека твоя задача помочь этому человеку и наказать того кто это сделал эту пакость это же понимаете все через сердце идет через твое сознание это же не так просто не каждый может вот к этому как он сказать привыкнуть привыкнуть надо потому что бывает с такими трагедиями связываешься что то есть сталкиваешься что даже с крепкими нервами довольно сложно задерживая пережить да ну это одно второе наверно в этом деле если у тебя крепкие крепкая семья хорошая землями кутыл их тылы это помогает в работе потому что если там тыл ненадежной это конечно сказывается и на работе мне в этой части повезло семья у меня прекрасная сын прекрасный супруга понимала мои сложности трудности никогда она ну не давила что ли так понимаю что и так не сладко ну и наверное не очень то есть не имея немало и значение имеет вопрос общения и с подчиненными тем более если ты руководитель вот ты должен найти контакт со всем коллективом и в этом коллективе коллектив разный ты должен разобраться кто есть кто ну да держа его можно на кого можно опереться на кого можешь не рассчитывать и которые есть такие что могут и и подножку подставить подставить да поэтому все не так просто в жизни вы понимаете когда я поступил на юрфак мгл и первое знакомство с деканом юрфака карев дмитрий степанович мы не покойный умница человек доктор юридических наук он интересные вещи сказал вот вы говорит молодежь поступили а дальше будете делать из себя человек начиная здесь со скамьи студента вот не родилось еще такого человека которому при рождении вручили карту жизни надо сказали вот бери эту карту следуй как в ней написано не о чем не думай и ни о чем не думаю все будет окей не было еще верит такой слой себя вам самим придется эту карту карту создавать и вот как вы ее построите так у вас и будет складываться жизнь . золотые слова ну на самом деле очень да все практически от тебя зависит какие ситуации ты не подпадал сумеешь правильно сориентироваться правильно себя повести выживешь все нормально преодолеешь не сумеешь да вот начиналось все когда-то был маленький мальчик да причем исходя из вашей биографии период вашего скажем так до студенчества был довольно сложный сложные времена были стране и так далее была армия которая тоже был таким важным этапом становления а потом почему вы выбрали именно юридический то факультет набор какой-то был или это или вам кто-то сказал у тебя получится иди вот очень интересный ответ на этот вопрос давайте решение у меня такого не было а подсказки кто-то мне сказал что ты иди вот таким образом становись юристом тоже не было произошло чисто как сказать спонтанно что ли заканчивается третий год службы в армии я там был порядок такой кто после армии хочет поступать в вуз должен подать документы в этот вуз и получить вызов в то время в наше время была льгота такая могли поступать в вуз с определенными льготами те кто или прослужил в армии или имеет стаж работы два года вот я как раз к этой категории относился причем не воспользоваться правильно да но я-то воспользовался как я же житель ростовской области так и думаю но надо ближе к дому мое село село большое семь с половиной тысяч населения хорошее село 180 километров от ростова южнее думаю в ростове есть инженерно-технический институт вот туда и вот я туда и поступлю специально в колхозе пригодится направил документы жду от вызовы и приходит ответ значит вам отказано то допуске к экзаменам потому что прием на заочное отделение закончен я думаю какую заочная дневно открываю заявление начинаю читать там черным по белым написано очная доля на но это же не рядом я же не могу дальнего востока конечно что я могу сделать да ничего еще на этом моя учеба закрывать поеду в колхоз буду работать колхозе у меня приятель из города кропотки на тернакавказе будет алексей а чё ты расстраивайся время еще есть может успеем давай направим документы на юрфак мгу и гордашу профессия какая-то юрфак я не представляю что это такое вот так все таки был человек который участвовал это он более-менее объяснил алексей ну что ночью ночью мы теряем верит но не поступим ну на месяц раньше уволимся сада и направили документы туда он и я так вы стали пришел вызов и таким образом я приехал в москву но деревенский парень я когда появился в мгу в этом высотном здании посмотрел испугался и думаю лопатный мужик куда ты приехал кому-то здесь нужен да еще зашел внутрь посмотрел эти лифты поездил думаю да делайте ты не туда документы приняли во каждого все допустили к экзаменам и вы сдали экзамен я сдал экзамен набрал проходной балл и таким образом оказался на юрфаке таким образом это определило вашу жизнь но насколько вы мне рассказывали за год до окончания учебы вы уже стали следователем значит в шестьдесят четвертом году у нас выпуск был так а шестьдесят третий год по моему семь месяцев большая практика должна быть мы должны пройти практику прокуратуре в суде и в милиции мвд вот она разбита там по два месяца рода я уж не по-настоящему по-настоящему и когда я в милицию пришел в шестьдесят на втором году я женился жена из каширы амира жиры просто туда практику тура и поезжение а мне там и говорят мочете алексей давай мы тебя сразу зачислим штаты все и будут хоре ну мне потом экзамены ехать да мы тебе время дадим все отпустим ты носа кадрами с кадрами туго а тем более с высшим образованием тогда вообще единицы были а тут майорфа камеру ну вот здесь мы сейчас сделал небольшую паузу потому что вот такая преамбула была что в жизни дать чек сам как бы да иногда даже не знаю что с ним может произойти ну да вот так вы стали на путь профессионала правоохранительных органов и вот уже шаги да а самой уже работе правоохранительных органах мы поговорим после небольшой паузы напомню что нас гостях алексей алексеевич симко генерал милиции сейчас назовут вас так без всяких пока должностей напомню что эта программа открытый диалог у нас гостях алексей алексеевич симко предстотель общественного совета муниципального управления мвд россии люберецкая генерал милиции в отставке да правильно как называется да я генерал милиции это звучит знаете очень серьезно у нас сейчас полиция я не спрашиваю ваши отношения смысл по идее остается тот же самый но все-таки вот вы начали работать следователя после того как все закончилось когда вы для себя поняли что мало того что вы умеете вам интересно работать это сразу пришло или чуть позже как развивался ваш путь вот какая начали у вас было звание ну первоначально лейтенант вот как вот как от лейтенанта можно дойти до генерал-милиции ну вы знаете я еще повторюсь что если ты за какую-то работу взялся делая ее добросовестно полу и честно да дальше кому ты подчиняешься кто над тобой он это заметит и нормальный руководитель он всегда оценит вот когда я перешел перевелся в люберцы но я проработал всего полгода и начальник следственного отдела понял что я грамотный созревший подходит человек юрист да так он назначил меня своим заместителем проработал полгода уже заместитель заместителем освободилась должность начальника милиции города любишь и тогда было одно отделение милиции на весь город это сейчас но это же огромная должность огромная ответственность ответственность да очень очень это ворота в москву к город ли вам предложил объяснять для начальника дела мне предложил ерещенко дмитрий онич такой был ныне покойный предложил эту должность мой начальник следственного отдела говорит алексей не ходи не ходи не ходи не отдам я не знаю как-то получилось мне жалко стало предыдущего начальника когда у него дела плохо стали складываться он участник войны он пришел а мы в одном помещении работали на хлебозаводском тупике где гиггс вот в жилом доме на первом этаже он снимает вывеску на усея на двери где бьет ее пол дребезги подошел горе роберт ивановича случилось все хватит эта работа надоела пока бьем могилу не положили все я ухожу больше работать не буду ну действительно адский труд тяжелейший труд именно в этом отделении в этой доме на следующий день я вызывает начальник райотдела дмитрий и горит алексей вот давай на его место табличку вешать я начал трепыхаться да ладно ну что можем поможем добавим обычно вода короче говоря уговорил и все я достал начальником я вам скажу так вот я проработал в этой должности четыре года любит в этой должности начальника милиции города любит из всех годов работы в системе воды тяжелее этой должности я не испытывал это была самая тяжелая работа я четыре года когда чувствую что уже больше не могу я пришел начальника говорю я больше работать не буду хватит или я попаду в дурдом мужа нервы мои не выдерживает ну что не ночью покоя не выходные покоя домой только приедешь тебя вызывают выходные никуда не поедешь тебя вызывают понять я уже говорю сегодня могу собрался уходить так а вам он конечно против тем более показатели райотдела зависели от того как сработает город к если город сработал положительно то и пока я делал положили если город завалил все те четыре отделения остальные тамилина малахова кодзержинка и лыдкарин они все были в одном рай отделе они не вытянут надо все зависело от города вот сложилась так ситуация что я больше уже не могу так накануне создали академию системе воды я туда преподавателем оттуда запрос пришел в кадры в области выслать личное дело меня вызывает туда то чего я им объясняю что я не могу больше все вот что а в это время свободная должность была в райотделе замполит замначальника по политической работе а начальником был бурлаков василий медленности вот пойдешь туда работать вот ситуация что мне делать ну да это если я заряжусь если откажусь а не туда в академии скажет кому вы берете надо уже политически не грамм до тополеть отработаю я далось до согласия перешел работа и я проработал в этой должности знать 74 года по 85 прилично так а что было потом а потом восемьдесят пятом году меня пригласили в кадры главное управление области так говорят мы вам предлагаем перейти мы тихи начальником управления там освободилась должность я стал сопротивляться я говорю знаете что у меня уже выслуга есть отстанье наверно пойду на пенсию но они что молодой ну это был 85 год я с тридцать седьмого года конечно молоды еще что там можно пахать 48 лет да ну уговорили я перешел быть еще начальником так проработал три года и приглашает углов давай заместителем начальника главка но таких должностей не отказывается это как-то вот я в восемьдесят восьмом году перешел главка а дальше до девяносто четвертого года северный девяносто четвертый год на пенсию уйдя я у меня уже дача была в малаховке и я привязан был к любец а ну во первых 16 лет отдать району это немало конечно да все здесь знакомо вы знаете ли я знаю вас не знаю и я все время работал в контактах с 1 с администрацией района с руководством люберецкого воды так общались а когда в одиннадцатом году создали общественные советы мне предложили возглавить общественный совет ночью я живу здесь рядом вроде должен как-то свободное время чем-то заполнить вот таким образом я попал на эту дом вот все-таки как я сейчас как психологу вопрос задаю потому что ваша должность это дал должность такая психологическая кто может быть работником милиции полиции кто этот человек и насколько он вправе ведь одна ошибка неправильное дело не раскрытое дело может закончиться фатально для человеческой судьбы тоже ответственность какая да попали я еще раз повторю ну во первых надо себя психологически готовить к тому если ты идешь ты должен знать что это такое чем ты будешь иметь дело дальше взвесить а хватит ли твоих знаний для того чтобы с этой работой справляться вот вы интересный вопрос затронули конечно судеб можно я вам могу здесь несколько дней не хватит чтобы раскачет снять сколько таких случаев было когда приходилось людям серьезно помогать ну вот расскажу один интересный случай который говорит наверно многом будучи еще следователем еще в кашире начальник следственное дело поручает мне дело вас возвращенные суда на доследование это дело автодорожное наезд и самое страшное человек под стражей арестованы сидит год уже год уже год сидит то и он поручает мне его доследовать я стал возражать почему там старший следователь который вел это дело я говорю ну он же здесь работает война дайте ему и пусть он до конца разбираться опыт опытный знаки да ну если я тебя прошу я понимаю почему я тебя прошу ты сможешь разобраться я подошел к этому человеку говорю вот так и так как мне поступить если я приму не такое решение которое тебя не устроит чем мы врагами будем или ты понимаешь твою реакцию что ты не разобрался я разобрал тоже как и на вода ну по-человечески думаю или бери разбирайся твоя ли твоя же работа доводи до ума говорит не переживай какое решение ты не принял обид никаких не будет а вот так профессионально профессионально да говорю вот мне это надо и когда я внимательно изучил дело а что там интересное дело дорога идет мост через железную дорогу спускается и крутой поворот там дороги потом опять дорога идет и вдоль железной дороги то есть его называли это место тещин язык да такие действительно язык водитель самосвале ехал вез груз и вот на этом языке он ехал он не видел как сзади к нему к машине на велосипеде пристроился подросток и ехал следом за машиной а и на повороте на крутом повороте он ехал врезается попадает под колесо но он жив остался но даже травмами водитель не видел и уехал а дети то есть получается сбежал случается сбежал сна его нашли арестовали а молодой парень он сидит год под арестом я изучил это дело так а нужно идти в область ехать в областную прокуратуру поднимать убрать отсрочку для продолжения следствия так прохожу к местному прокурору я говорю подпишите я решил его освободить из-под страх нашу я прихожу к его душу не виноват водитель не виноват то уж ты выводы он сделал лишь а прокурора я вам говорю свое мнение а а я не согласен вот держать и бери следствие и продолжение срока содержания под стражей я вам свое мнение высказали от него отступать не буду приезжаю в областную прокуратуру а зампрокурора залегин грамотнейший мужик он курировал следствие вот я ему все это докладывая слушая с тобой согласен ты прав а почему не освободил я беру ну я пошел подпись прокурору шума а тот горит а умереть не что какой ладно а я же скашеры приехал а у тебя есть где переночевать здесь в москве игры есть давай завтра в 9 утра приходи я прокурора вызову так утром я прихожу к 9 с делом и прокурор этот каширский идет доволен день хороший вот как сегодня солнышко то я он веселый настроение говорю олег михайлов сейчас вам залегин испортит настроение счеты накапал и они накапал вере высказал свое мнение он с моим мнением согласен а ладно разберемся так ну заходим в кабинет он ему сразу ты чего не освободил человека чего не подписал а чё я должен освободить он уехал с места происшествия виноват ну говорит следователь разобрался вы же тебя без него другое мнение а у меня другое вот говорит давай здесь подписывай освобождать а я не буду вы мне прикажите он говорит это а тут это когда-то арестовал ты просил меня чтоб я тебе приказал а ну давай немедленно освобождать освободил то этого так я освободил этого парня назначил дополнительную это техническую экспертизу эксперт дал категорическое заключение что водитель не виноват шоу мальчик находился вне поля зрения да даже в зеркале он не мог его видеть все четко расписал надо было видеть как парень доволен горил спасли человека перед алексей алексей мы же горит подали заявление жениться со а я попал в тюрьму на свадьбу камнишь попережать на них горит изведи какая смотри вот вот растает судьба ну вот смотрите вот что значит профессионально разобраться в серьезнейшем вопросе алексей алексеевич симко генерал милиции был гостем нашей сегодняшней программы мы поздравляем его с юбилеем вот и желаем всяческих всяческих благ приходите к нам еще еще пообщаемся спасибо это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания и